Привет, мой сон, это Лимон. Сегодня, как вы поняли, по названию ролику, сегодня новый кастомный бэй. Это Dextration Apocalypse. Вот он, Dextration Apocalypse. О, да, это мой новый кастомный бэй. Давайте я вам расскажу по порядку. Чип Apocalypse. Мне нажали перед роликом, тут у меня было это делано детально, но она сломалась перед роликом, я уже решил не клеить. Чип Apocalypse. Я, конечно, немножко косячу, совершенно добавил клей и попал, и немножко заезд. Вот, ну вот, видно, то есть, как должно вот тут, а как оно вот тут. Короче, но все равно он держится. Armor 2, специально тут подкрашено, чтобы было в таком стиле. Ну и слой Dextration. Я знаю, вы сейчас будете писать, Антон, какой Dextration? У Hasbro же есть такая, типа, слой, это слой, типа, динамита. Вот это, Динамит Белия, а только это у них, ну, такая Динамит Белия, а у, кто не знает, а у Hasbro, Dextration Бэй файл. Я знаю, но я решну, другого просто имени я не придумал. И я не считаю, что Hasbro как-то, не считаешь их, типа, их название, а такое хаву. Ну вот, Dextration подходит сюда, идеально. Давайте посмотрим поближе. Здесь это детали, как у кого, может быть, охотались, возможно, нет. Но это от Super Hyperion, вот. Крылья. У меня просто было два слоя Super Hyperion, и уже вот этот был треснут. И из-за этого я решил сделать это наподобие Big Ben рамы. Как я сделал в... ...бегалии. Вот, смотрите, не идеально. То есть тут красно-золотой, и тут красно-золотой. Также у него есть второй слой, это, как помню, слой Prominence. Я немножко подпилил, я от ним мучился, чтобы было идеально. И из-за этого не все диски сюда подходят. То есть Over сюда не налезет. Все остальные, по-моему, налезут. Я не уверен. Короче, тут надо тестировать с этим слоем. Слой, короче, я молчился очень долго, пока пилил его. То есть видно, что я где-то пилил, клеил его. У меня ломался. Вот даже на кусочек. Короче, давайте соберем его. Слой. Утяжелитель. Чип. Сбираю. Extraction Apocalypse. Щелчки. Щелчки хорошие здесь. Кстати, вот теперь я... Чем показать сегодня, где 2 апокалипсиса. Вот, кстати, для чего мне нужно было МКу Апокалипсис. Чтобы я сделал динамит Апокалипсис. А то меня спрашивает, зачем тебе МКу Апокалипсис. Вот, теперь вы знаете, для чего МКу Апокалипсис. Кстати, это не МКу. Вот это МКу. Вот это СБ. Либо Ильфа. Вот. Ладно, давайте попробуем его поставить в Хаймод. Хаймод. Короче, апокалипсисис в Хаймоде. Вот такое. Просто Роматом, мне кажется, тут идеально идёт к нему. Ну что? Погнали его тестировать. Много у него будет сопятников. Посмотрим, насколько он качественный и насколько он синий. Погнали. Пора тестировать. Неплохо. Апокалипсис. Апокалипсис. Продолжение следует... Апокалипс! 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 Ну что, вот такой был апокалипс! Конечно, жалко, что он треснул! Ну, я его после ролика подклеил! Показал себя очень хорошо! Он шел очень ровен! То есть, понятно, левосторонним он проигрывал из-за того, что его драйвер нестабильный! И как прыгал как будто бы! И получается, он одолел! Он, получается, 9 победил соперников и 7 проиграл! Это проиграл Лонгерсу, Фафнеру, Бахамуту, Астролу налево, Метеору, Провиненс и Динамит Белилу! Вот! С вами был Антолимон! Вот такой Декст Райшн Апокалипс! Напишите свое мнение в комментариях! Всем удачи! И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok